а наш следующий сегодняшний гость галерист марат гельман добрый добрый вечер да здравствуйте у вас правда неправильная подпись вас все еще титруют как матвей гонопольский но что-то у вас алло мы еще на связь да да мы с вами на связи марат вы слышите меня марат вы слышите да мы пытаемся понять слышит ли нас наш следующий эксперт марат я слышу все отлично отлично превосходно марат хотел задать вам вопрос относительно сегодняшних митингов против войны которые прошли во многих российских регионах как вы оцениваете количество принявших у них участие и что будет дальше собственно говоря эти люди сегодня арестованы часть из них скорее всего будет осуждена что ждет дальше акции протеста в россии против войны во первых я хочу сказать спасибо огромное тем кто вышел но они хотя бы каким-то образом сегодня репутацию русского человека защитили потому что ну многим казалось что после таких зачисток которые были после всех этих историй там с навальным с отравлением с разгоном митингом с посадками в общем никто не выйдет и мы уже так почти печально но почти смирились с этим но видимо но это так война с украина это настолько чудовищно то есть это настолько превышает все остальные там поводы по которым в россии собирались там какие-то митинги что несмотря на это пришли люди я хочу еще заметить кроме вышедших на улицу это сегодня 12 тысяч врачей подписали письмо против войны это тоже очень серьезно ну вот связи с коронавирусом врачи стали такой частью элиты россии и этот эти 12 тысяч тоже слышны также как и те люди которые вышли на улицу я не знаю конечно как это будет продолжаться понятно что репрессии сегодня в россии ну таких не было и собственно говоря может быть там через некоторое время и они людей таки запугают но я хочу сказать что с моей точки зрения все таки вот это невероятность этого события пробивает вот этот информационный ну там я не знаю вакуум который создает власть то есть вот люди слышат все что им говорит власть там про националистов про освобождение народа от какой-то клики и так далее так далее и все равно этому не верят потому что ну вот если бы честно говоря если бы этого не случилось и мне бы кто-то рассказывал я бы тоже не поверил что это будет вот поэтому да мы 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 стараемся быть с вами мы стараемся если у кого ну там те кто выехал как я у нас есть какая-то возможность помочь те кто остался в москве ну просто пытаются возвысить свой голос да они пытаются возвысить свой голос но это в принципе ни на что не влияет кроме морального осуждения и того что в мире увидели что в россии есть люди которые не разделяют политику путина ничего не произойти в принципе не может вы как человек какое-то время еще раз я тебя хочу перебить насчет не может но это действительно мы не знаем я то что нам кажется что мы знаем вот что на что влияет мы вообще знаем знаем последствия наших действий и ведь собственно говоря путин же он же там хотел какого-то там я не знаю объединение славянских народов получил ровно наоборот да хотел то есть он чего-то вот он это интересно что он говорил вот из украины делали антироссию и мы против этого восстали но он сделал так что теперь весь мир антироссия россия то есть я просто хочу сказать что мы не всегда точно понимаем последствия наших действий и иногда в минус а иногда в плюс и вполне возможно что вдруг вот там тот мужество которое сегодня проявили эти люди вдруг она кого-то толкнет на что-то условно говоря но его же вот это фсо вообще трудно себе представить вы знаете что путина десятки тысяч людей охраняют и вполне возможно я не знаю но кто-то из этих охранников а сегодня взяли его брата там ну что-то совпало или девушку какую-нибудь и и у него открылись глаза и он вдруг подумал что у него есть шанс совершить какой-то героический поступок и у него там я не знаю там он сменяет какую-то службу то есть я просто к тому что есть такой принцип христианский делай что должно будь что будет нельзя изменить да наверное нельзя но если тебя толкает на это совесть ты должен должен это сделать очень по-христиански но к сожалению на мне кажется в реальности мы столкнемся с нечто с другим путин как об этом сообщают многие инсайдеры наоборот максимально ужесточил свою охрану не подпускает никого даже из самых доверенных лиц поэтому рассчитывать на вариант что с ним что-то вдруг произойдет данной ситуации не стоит а вот такой вопрос сейчас многие рассуждают в том числе в западных ведущих сми о безумии путина как вам кажется это реальное безумие или он имитирует специально это состояние для того чтобы еще больше манипулировать лидерами запада ну дело в том что есть назовем это дефинициями есть такое понятие ненормального то есть ненормальное поведение девиантное поведение то есть это когда нет каких-то признаков ну медицинских признаков паранойи но картина мира человека такова что его действия выглядят как действия параноика да то есть я считаю что Путин ненормальный то есть его картина мира не соответствует картине мира большинства людей на планете не соответствует неким конвенциональному поведению то есть он из этого выпал вот и я думаю что было бы даже радостно немножко узнать что это просто там какие-то нейроны или там какие-то психические процессы происходят ну что это такая медицинская паранойя да потому что медицинская паранойя мы бы надеялись на то что тогда может быть какой-то кризис да и в конце концов проявления вот этого сумасшествия стали бы очевидны тем людям которые рядом с ним то есть да но вот эта ненормальность о которой я говорю девиантность она к сожалению не дает нам даже шансы на это то есть это человек который построил себе картину мира другую абсолютно и внутри нее существует и сама эта картина мира да она параноидальная но она очень целостная вот и это значит что он внутри нее может жить достаточно долго не срываясь вот так что к сожалению врачи нам здесь ну не помогут вот так бы я сказал понятно что вы думаете по поводу нынешних заявлений Путина он продолжает уверять тех немногих лидеров западных с которыми он общается в частности сегодня Эрдоган о том что вся операция идет по плану это он сегодня заявил в ходе телефонного обращения с президентом Турции опять же это дежурное заявление или это проявление его безумия ну в принципе то что для безумного человека является нормальным для человека здорового является очень странным может он действительно верить что все действительно идет по плану ну очевидно что раз он вообще произносит слова идет по плану значит где-то в узком кругу он обсуждает почему не пошло по плану иначе бы этих слов не было понимаешь то есть нет конечно же все пошло не по плану причем все не пошло пошло не по плану по всем трем направлениям то есть первое ну как бы близ крик как бы не удался и здесь я кстати не очень понимаю почему они рассчитывали на близ крик то что для меня например это не было неожиданностью я помню прекрасно как вели себя на майдане я как раз наоборот предполагал что если люди могли там сто человек могло удерживать площадь против как бы государственной машины то уж маленькая страна против большой тем более сможет удерживать но здесь я думаю что действительно вот эта шапка закидательства вот эта атмосфера лизоблюдства которая там существует она сыграла плохую службу второе конечно то что не пошло не по плану это санкции дело в том что после 2014 года Путин был абсолютно уверен в том что западные элиты рациональны они мыслят деньгами бизнесом и все время считают и вот такое абсолютно пассионарное поведение которые ну ладно санкции которые государства они как бы вынуждены принимать но там компании которые в убыток в себе закрывают там бизнесы то есть вот это вот как раз наоборот абсолютное такое бессребничество мира который именно борется с идеологическим противником это было точно тоже не по его плану то есть он был всегда уверен что деньги это все что у него купленные люди что от выгодных контрактов не откажутся и так далее и так далее и третье пусть пока маленькое но все таки то что в России нашлись люди которые ему сопротивляются причем это касается и заявление элит вчера Михельсон написал просто надо иметь в виду что люди которые ну то есть он от этих людей 30 лет не слышал ни слова возражений 30 лет не слышал и тут услышал дело не в том что они нам на что-то повлияют а дело в том что он должен он подумал что значит я делаю что-то настолько необычное что они осмелились мне перечить дело не в том что они думают они они его в качестве экспертов не интересуют не Дерипаско не не Михельсон не Фридман а он по их высказываниям меряет вот эту вот степень степень трусости такой вот но и в то же время люди которые вышли сегодня и люди которые почти все профессиональные сообщества подписали письма ну особенно культурные все буквально художники музыканты писатели режиссеры то есть я хочу сказать что ну то что называется люди свободных профессий то есть те люди которые вот так вот жестко не завязаны на государство высказались почти все в поддержку Украины и против то есть вот по всем трем направлениям все пошло не по плану но дело в том что у него конечно его как бы это методика дожать дожимать что раз есть сопротивление надо сопротивляться сильней он же нельзя не зря Эрдогану сказал что войну остановим только если Киев перестанет сопротивляться то есть как бы а пока Киев сопротивляется то давление будет еще больше то есть типа он вот то есть он будет пытаться конечно дожимать и это ну каждый день каждый день я думаю будут рождаться в его голове ну такие все более подлые планы вот и конечно же мы все думаем о том что если он поймет что все идет не просто не по плану а что все идет к военному поражению то он вспомнит про там ядерные свои как бы эти так называемые силы сдерживания никуда тут очень очень важный момент Марат который связан с вот тем самым преснопамятным заседанием Совета Безопасности России который был выложен в открытый доступ на котором многие члены этого совещания там в частности Нарышкин выглядели откровенно перепуганными ну а перепуганными выглядели понятно почему потому что они уже поняли к чему все идет что он окончательно принял решение напасть на Украину что могло послужить триггером поскольку до того Путин в принципе ну двигался в парадигме понятной для него и практически беспроигрышной не признаю ЛДНР Украина это ваша территория забирайте у вас гражданская война мол и вообще лучше договаривайтесь напрямую но неожиданно он почему-то резко полностью развернул и поступил против собственной логики разрушив Минский процесс который в общем-то ему был в определенной мере даже выгоден что могло послужить триггером для такого странного решения для него что это решение было принято то есть в тот момент когда были выкатаны вот эти вот невыполнимые требования решение о войне было принято значит вот смотри он как бы достаточно легко то есть в принципе поведение условно говоря украинских украинской власти в рамках Минских соглашений было очень предсказуемо поведение НАТО или Америки было предсказуемо он специально создавал ситуации в которых почти не было сомнений как будут реагировать например когда он выкатил эти требования все говорили это невозможно выполнить он это знал прекрасно он собственно говоря играл вот в эту некую дипломатию то есть это его то есть он как бы показывает некую ущерпанность ситуации в это время он готовился к реальным военным действиям и поэтому не было никакого триггера все было запланировано значит да наверное если бы вдруг неожиданно Украина начала бы реализовать Минские соглашения по его плану то он бы что-то изменил но он был уверен что этого не будет он был уверен что как бы Украина прогнозируем он собственно говоря вообще сам себя пытается всегда показывать таким непрогнозируемым человеком на фоне всего прогнозируемого вот и поэтому нет нет война была к сожалению мы это не видели я говорю сам это не видел но сейчас это видно что война была запланирована очень ну там несколько месяцев тому назад и никаких триггеров не было просто он решал это либо сам собой либо в очень-очень узком кругу и вот этот совет был не в курсе и мы все не не понимали он тоже кстати видите ведь в каком-то смысле даже даже армейские даже не были в курсе его планов потому что я думаю они бы ему сказали наверное что вот не будет этого блицкрига то есть те с кем он обсуждал это наверное они они были не очень компетентные пусть они были очень доверенные но не очень компетентные люди в общем так или иначе мы имеем дело с очень опасным человеком который действительно ненормален вот в том смысле что он живет в другом мире нельзя сказать иллюзорным да ну раз он стреляет но к сожалению это не медицина то есть никаких эксцессов не будет вот но в то же время чем чем явственнее это будет как мне кажется тем больше шанс что появится обстоятельства которые которые положат ему конец спросить по поводу его вот этого публичного заявления по поводу геноцификации если мы исходим из того что в каждое подобное заявление он что-то вкладывает что в его понимании означает геноцификация в случае ну вот с украиной что это вы знаете это ну вот у них было вот это победобесие то есть они безусловно безусловно для россии для там граждан россии тот факт что агрессор их страна это как бы это травма и мне кажется что для того чтобы эту травму как-то оправдать ему очень важно доказать что украина это нацисты что мы продолжаем вторую мировую войну мы там боролись нацистами мы здесь боремся с нацистами поэтому абсолютно не важно что он то есть он в последний момент он решит что такое деноцификация что это такое вот но для него важно именно чтобы таким образом окрашивались сами военные действия как бы борьба с нацистами вот если мы спустимся на этаж ниже то есть условно говоря его там я не знаю пропагандистов то мы видим что для них это там азов да то есть это некие такие как бы военные как бы я не знаю военное образование или части некоторые из них которые построены по какому-то другому принципу а не просто из призывников вот то есть кто-то там как там например Тоджиров просто считает что в целом вся система власти надо ее там заменить на ту которая то есть та система власти которая пришла там вслед Януковичу мне кажется нет смысла тратить время наше эфирное публике для того чтобы расшифровывать это то есть главный смысл заключается в том чтобы россияне верили что русская армия водится с националистами с нацистами да но они не просто в это верили мне кажется что они настолько в это уверовали что они сейчас на полном серьезе воюют с нацистами то есть это я не знаю или это доза наркотиков тяжелых на которых они сидят ну нам хотелось бы верить что для этого есть какие-то стимулы вот к нам присоединяется еще наш коллега Сергей Паярков тоже художник еще не галерист но художник и скульптор да я очень рад видеть Марата Гельмана очень благодарный гость в студии потому что он профессионально умеет отвечать на вопросы я думаю что и задавать он их тоже умеет достаточно неплохо Марат я вот только что записал влог где я предложил конструктивный выход мне кажется он в чем-то концептуален но в чем-то он ну реален даже даже реален есть ведь прекрасный выход для Путина сохранить лицо он существует есть выход для Путина сохраняющий лицо нет я понимаю что наилучший это чтобы он просто склеил ласты и нас оставил в покое но боюсь уговорить его сделать этот прекрасный вот шаг я не смогу найти мотивацию и ты и все остальные это к сожалению за пределами реальности но есть есть реальный выход надо предложить Путину совместно как бы предложить ему подыграть вот смотри вот когда сумасшедший говорит что он Наполеон да то не надо ему говорить что он не наполеон а просто чокнутый шизик надо сказать да 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 император и отправить его в мягкую комнату чтобы он там бился головой об стенку а не какал в коридоре я предлагаю как бы чтобы Путин это конструктивно это абсолютно реально вот сейчас это будет не шутка убрался к чертовой матери с Украины обвалил железный занавес на Россию выключил YouTube отставил всех YouTube блогеров без работы выключил интернет полностью изолировался и рассказал россиянам мы победили Америка в руинах Европы нет пиндосы на коленях просили пощады мы их простили Украина деноцифицирована до последнего воробья мы деноцифицировали даже насекомых бандеровцы исчезли с лица планеты и теперь весь мир просится к нам в Россию но мы не пускаем мы не пускаем их за железный занавес они просятся и скребутся получить наше счастье но они не достойны и каждый вечер просто договориться чтобы в этот дурдом для того чтобы теребить вот эту вот пиписку самолюбия диктатора позванивали по очереди все лидеры мира чтобы в этой дурке вот выступали там вот там сегодня по графику Макрон потом достали Меркель потом Зеленский потом этот да 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 ты понял я вижу твои улыбки и главное Путин он имеет искреннюю любовь я помню как в детском саду под портретом Ленина сидя я так сочувствовал американским детям которые голодают на помойке а мне повезло родиться в Советском Союзе Марат они же уже одной ногой там вот эти вот вот эти вот люди которые вместо болотной площади вместо того чтобы пойти в Кремль с болотной площади они пошли бухнули и решили взять отпуск ведь на самом деле я заканчиваю свой вопрос путь Северной Кореи он не так плох в данной ситуации поскольку россияне сами надыбали себе это счастье и весь мир ну собственно страдает почему бы им не похавать эту тюлю эту постную репу самим пока он не скопытится естественным путем но ведь в Северной Корее есть вот там теория чучхе написать теорию пучхе как бы их кореизировать оно заодно и наказание за собственное нежелание решать свою судьбу а когда вот он уже как бы скопытится а это рано или поздно произойдет без всяких ядерных бомб спокойно в Гаге всех подельников репарации мир спасен то есть как-то предложить ему сохранить лицо в том единственном месте в котором это лицо может быть сохранено потому что нигде за пределами имперской помойки в которую превратилась Россия лицо Путина просто несохранимо в любых обстоятельствах ведь нельзя его уже сохранить нигде нигде кроме того места где весь этот кошмар происходит ну понятно 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 что мы пытаемся мы пытаемся не сойти с ума сами в этой ситуации потому что она как бы ну она страшная и в ней как бы хороших выходов ну не то чтобы они есть они просто ну не стопроцентные или там непонятные пути к ним поэтому мы придумаем какие-то такие истории вот я думаю что что касается изоляции России ну дело сделано уже или почти сделано и вопрос только в том чтобы решить вот этот ну чтобы перестать воевать с Украиной то есть это же ведь у паранойи ну он он все-таки параноик а не шизофреник вот то что ты описал как надо вести себя так ведут себя с шизофрениками то есть это шизофреник вживается в роль и надо ему подыгрывать и тогда он вот а у параноика есть идея фикс и его идея фикс это Украина причем это давно то есть это как минимум с 14 года да идея фикс и поэтому тогда надо нарисовать внутри вот этого железного зала внутри Кореи должна быть своя Украина условно говоря не дай бог конечно но там Краснодарский край обвинить их в том что они близки близки не знаю этнически или там генетически украинцам и значит он будет свой этот геноцид осуществлять там и геноцифицировать там я не знаю Сочи что там Адлер вот то есть все таки пока мы не решим проблему защиты Украины от этого параноика остальные концепции обсуждать бессмысленно потому что я вот с твоей не согласен потому что я считаю что для для построения Северной Кореи нужны северные корейцы внутри а все таки ну как бы люди которые живут в России русские там татары украинцы те же это это европейцы вот и не знаю как реагировать то есть мне не вы имеете право там сейчас на на какие-то шутки потому что вы под бомбежками вы сами над собой шутите вы свой страх переживаете а я не имею права продолжить вот эту шутку потому что я в Черногории и я гражданин той страны которая которая агрессор поэтому я вот в какой-то другой ситуации я бы с удовольствием подхватил бы твою шутку а сейчас не готов вы знаете не ну вообще мы мы же как бы на ты еще ну мы в прошлом эфире объяснили что в реальной жизни мы знакомы виделись я хочу показать сейчас я хочу попросить в аппаратной чтобы у нас можно показать видео с лебедем а скачивают ну хорошо они скачивают видео мне дадут отмашечку когда это видео будет потому что ведь это видео как рефрен это видео объяснение это видео и приговор и предсказание когда-то генерал лебедь предвидел предсказал можно сказать вынес приговор той ситуации которая к сожалению повторилась мы повторяем одни и те же ошибки вот как человечество при этом путин сделал ситуацию когда эта ошибка может быть последней он действительно имеет ядерную кнопку опять есть все-таки ощущение что его отслоят от этой кнопки мне очень нравится вот давайте это видео давайте давайте сейчас с самого начала было слышно да да что из программистов и вот то что сказал лебедь это страшная но правда это уже было в истории россии причем не какой-то отдаленной это та страшная чеченская война где погибли сотни тысяч людей и кстати большинство из них из погибших были именно россияне это русские в основном гибли под русскими градами под русскими арт обстрелами и вот эта ситуация сейчас перенесена сюда к нам я общаюсь периодически с ребятами которые находятся на передке я еще пока не вижу того вот ожесточение о котором говорил лебедь на уровне тех с кем я общался но с каждым днем с каждым прилетевшим снарядом с каждой ракетой потому что оказалось что из преднестровья на винницкий аэродром сегодня прилетело восемь ракет которые разбомбили аэродром я почему взял это видео лебедь очень четко артикулировал вот его артистичность она вот со смыслом сошлись вот просто в десятку лучше чем сказал лебедь лучше чем он объяснил чем это заканчивается у меня один знакомый сказал что россияне должны понимать что украинцы по физиономии не отличаются ничем и если россия разрушит украину то никогда не будет покоя самой россии потому что люди которые потеряли все они на все согласны идти меня очень беспокоит то что с каждым прилетевшим снарядом с обоих сторон будет множиться сегодня русских пленных кормят обувают одевают их никто не мучает им дают телефон и они звонят маме я бы очень не хотел чтобы война вот эту типичную ситуацию поменяла вот эмоционально как на это реагировать неизбежно то что там сегодня основная страдающая сторона украина а завтра россия то есть война она пришла в россию точно так же как пришла в украину и то что называется в конце концов знаешь есть рано или поздно в конце концов ну воздастся российскому обществу действительно ну там симметрично не симметрично но вот насколько плохо украине настолько же плохо будет и россии хотелось бы чтобы вот это рано или поздно потому что каждый раз счет увеличивается каждый день счет увеличивается конечно хотелось бы рано хотелось бы чтобы вот этот перелом я не знаю переход в мирное он произошел раньше и в этом смысле я считаю что там ну байден очень хороший психолог то есть он как бы получается вот ровно настолько насколько путин больной настолько байден действует как врач и я очень надеюсь что они сумеют выстроить именно такую психологию не только экономические там санкции но они сумеют выстроить и такую психологическую какую-то норку в которую путин зайдет и да он не будет чувствовать некой какой-то такой ущемленности угрозы будут но но в то же время уже сегодня мы понимаем что он хочет переговоров не меньше чем украинская сторона то есть он понимает что вот этот счет каждый день увеличивается вот и ну не знаю то есть вопрос для меня вопрос вот этого ну как бы то есть он превратил весь мир в антироссию то есть это очень важно чтобы он это понял то есть он должен понять что он добивается ровно противоположного чем он ставит себе цель то есть он должен понять что он на ошибочном пути то есть вот это это как-то надо как-то это надо достучаться до него то есть он находится в невыгодной ситуации что бы он ни делал он достигает прямо противоположного он хотел консолидировать общество он получил что большинство олигархов за мир большинство профессиональных страт подписались за мир то есть он хотел в двенадцатом году он говорил о том о братстве славянских союзов то есть это была его идея значит он теперь из славян делает ну просто своих самых главных точнее не своих а самых главных врагов русских я это правда не являюсь свидетелем но я чувствую как относится к русским сегодня ну там про Украину не говорим но и в других странах и в Польше и в Праге и в Англии и так далее и так далее то есть он добивается прямо противоположных результатов тем целям которые он себя ставит вот это он должен увидеть и он должен увидеть действительно какой-то путь ну как бы ухода от этого я очень хочу точнее так я вот как прям чувствую но что экономика это самое уязвимое место его потому что когда были антиваксерские выступления впервые они вдруг пошли на попятна власти и стало понятно что вот есть что-то чего он внутри России боится то есть он боится человека который примерно как лебедь говорит там воронка а он боится человека который оставил дома ребенка который не ел значит плачущую жену которая там ну и так далее и так далее то есть если очень быстро вот он поймет что экономическая катастрофа для страны неизбежна то я думаю что это его может быть подтолкнет какое-то разрешение потому что второй вариант это военное поражение надо сказать что военное поражение для россиян это лучший исход потому что тогда это будет полное освобождение от Путина тогда это будет но как это было в Японии И огромное количество денег пойдет не на армию, а в какие-то другие сферы. Но это военное поражение абсолютно реально. Но оно утыкается в этот ядерный вариант. То есть мы понимаем, что это чревато каким-то количеством жертв, которые мы не можем подсчитать. Поэтому это очень сложно. Идеально, конечно, было бы, если бы вдруг прозрели бы россияне и испугали бы его изнутри. Но я, к сожалению, должен констатировать, что не сегодня. Может быть, через месяц уже российское общество будет к этому готово. Но за этот месяц столько людей погибнет, что мне кажется, что ждать этого не получается. Надо решать раньше. То есть мне кажется, что решение должно быть найдено в ближайшие, может быть, пару недель. Я абсолютно согласен с тем, что это нужно решать немедленно. Я абсолютно согласен с тем, что, в принципе, Путину сейчас переговоры, возможно, нужнее даже, чем Зеленскому. Ну, естественно, как опытный политик, как такой тертый калач и диктатор, он делает вид, что это как бы ему требует, что ему это не надо, что он требует сложить оружие. Но весь мир видит, что никто не сложит оружие. Потому что бойцы наши мотивированные, они почувствовали вкус победы, они уже пожгли эти танки. Саша, есть возможность у нас показать видео, я сейчас обращаюсь в аппаратную, вот с вот этими утренней колонной, вот эти с буквой Z, там, где были гражданские машины. Если Саша не ушел из аппаратной, вот, Саша... Не дай мне! 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 сверх сверх чудесное нет это колонна где едет гражданские автомобили с буквой да я понял значит сейчас я подожду пока аппарат на это подготовит кстати ну пока готовят это видео я почему вот эту шутку в самом начале насчет северокореизации железного занавеса эрдоган нет посетение эрдоган это приехал к путину израильский чиновник причем приехал в шаббат поговорил с ним поехал к канцлеру и после этого все практически западные лидеры потребовали от своих граждан немедленно вывести своих граждан чтобы они все уезжали и я сделал для себя но такой вывод что возможно железный занавес опустится вот это видео дам и в дождь и в снег мы за рулем доедем ли коммунальных служб мусорники автобусы просто маршрутки обычные газели вот автобус 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 один заправчик военный с буквой z гражданские заправщики опять автобусы вот один броневик и машина него вот вся вот эта техника идет военным эшелоном в сторону украины то есть военные машины как бы заканчиваются потому что то что мы видели вот последнее время вступила в бой это то что мы я видел восемьдесят шестом году восемьдесят пятом в армии и тогда это скажем так ну было не пиковой техникой вот просто взяли коммунальные службы это все погрузили меня жена спрашивает нами прислала с утра это видео будет сережа а зачем ведь зачем русским солдатам у нас автобусы я и говорю и лишь поскольку они грузят солдат сейчас в уралы и плотными колоннами гонят под обстрелы байрактаров и дживелинов и нло то наверное где-то на уровне высшего руководства было принято решение что не надо расходовать уралы в принципе маршрутки и автобусы гораздо лучше чем уралы передвергаются по асфальтовой дороге если уже вести солдат в украинский крематорий ну на сожжение то рациональнее использовать автобусы во первых солдатам комфортнее во вторых урал это одну как бы дорогостоящая техника она предназначена не для дорог а для бездорожья наверное то ли голос разума проснулся у кого-то в генштабе то ли начали то ли кто-то принес калькулятор в генштаб и они начали подсчитывать расходы наконец но мы видим что техника которая вот этот эшелон и он не один с буквой z вот это военное обозначение направление откуда идет наступление шутки шутками марат я очень рад что вы понимаете что нам остается только прикалываться над врагом потому что смешной враг он как бы уже не страшен но мы нашли еще одно видео где мы его уже не будем показывать где разгромили колонну российских то ли соборовцев то ли омоновцев короче полиции которая везла в украину щиты и дубинки то есть груз то есть это это с десяток машин которые везли вот эти шлемы дубинки да я понимаю вашу улыбку то есть они ожидали что здесь но они будут усмирять каких-то демонстрантов то есть они ожидали совершенно другого то есть эти бараны поперлись сюда вот эти полицейские вот эти вот эту амуницию все это разнесли к чертовой матери то есть они там все лежат руки отдельно ноги отдельно амуниция в куски то ли они рассчитывали по тинку что это мирные жители сгорели я когда вижу вот эти вот вещи у меня такое ощущение и вот поправ меня нету ли у тебя такого что российский генштаб он в чем-то ну подыгрывает украинским вооруженным силам они как бы ну иногда мне кажется просто начинают играть в поддавки нету ли внутренней фронты нету ли желание изнутри все обвалить к чертовой матери в у российских военных там на каком-то уровне чтобы из этого выйти или это просто обычное разгильдяйство и глупость я думаю это скорее второе конечно ну то есть я думаю что готовились к другому вот такая скрытность путина получается что да план поменялся но не все об этом знают то есть может быть по какому-то плану первоначальному там я уже не знаю по какому сегодня должна была быть там инаугурация януковича ну и предполагалось что кто-то наверное выйдет против и надо значит поставить там разгвардейцев с щитами как бы ситуация давно изменилась но где-то там разнарядка на вот этих на эти щиты она осталась и она исполняется дело то что здесь же как раз тот факт что вот он секретник такой то есть когда плюсы становятся минусами потому что это большая война и собственно говоря вот это либо ты держишь секрет и тогда информацию не знает никто в том числе и твои да либо ты строишь какие-то позиционные вещи они там более не менее открытые вот но тогда ты должен объяснить за что воюет прежде же проблема же еще как бы как мне кажется в том что они не могут все-таки внятно объяснить офицерству солдатам за что они воюют и поэтому вся эта секретность все эти разговоры о том что есть где-то тайные планы что создадут бомбу или вот эти какие-то тайные нацики в правительстве то есть то есть вот но но как результат вот этой секретности является то что разные фрагменты вот этих силовых структур это одни действуют по планам месячной давности другие значит неделей вот но я хочу сказать что безусловно наступит момент когда весь генштаб будет сидеть на измене но они будут прекрасно понимать что их не ждет за за предательство их не ждет никакая награда и поэтому они скорее будут стараться бежать чем играть на сон говоря на сторону украины то есть я скорее вижу исчезновение или попытки исчезновения каких-то людей вдруг исчез надо начальник генштаба и кто-то там уехал перри вот попытался значит там спрятаться дауншифтинг такой всего этого путинского воинства вот так что такие дела ну поскольку ты вспомнил януковича там которого защитить от протестующих при инаугурации совершенно совершенно идиотский совет кадырова зеленскому что вот пусть он дескать слагает полномочия и пускает вместо себя януковича кандидатура януковича которого замшела привезли в белоруссию зачем-то ну пропитого деда с прицелом на царство в украине это самая неприемлемая кандидатура всеми категориями украинцев до недавнего времени у нас была часть населения которая воспринимала ну как-то она воспринимала россию позитивно были какие-то нейтрально ну родственники там друзья знакомые работали ездили на заработки то есть я неоднократно бывал в москве ну до революции достоинства за пару лет до революции достоинства то есть я там бывал достаточно часто я там продавал кучу своих картин скульптур у меня была куча коллекционеров россия была рынком тогда и для многих художников там певцов музыкантов то есть это был существенный сегмент рынка и для российских артистов там и для украинских то есть шел этот обмен заработчан чос шел по обоим столицам и это было нормой и никто не осуждает тех кто тогда там за до революции достоинства это делал но после революции достоинства я уже сегодня говорил об этом с утра с другим гостем я общался с нестром шуфричем это человек который за януковича реально лез в драку он его защищал он получал по морде потому что не старт ну это человек который периодически получает он не боится это делать он пытается давать сдачи то есть он в этом плане был бойцом януковича он был не сопляжуй это был самый верный сторонник януковича его такой один из наипреданнейших так вот после революции достоинства когда янукович бежал не стар мне лично говорил лично говорил что вы поярков ты не представляешь как мы не любим януковича вот партии регионов намного больше чем вы революционеры вы же на него не надеялись вы же не возлагали на него надежды вы за него не вписывались вы не стадут он ведь ты представляешь ведь серёга ты засыпаешься вот ты засыпаешь во власти а просыпаешься в оппозиции вот это чувство вам не знакомо вы изначально его считали гондурасом поэтому поверь мне мы это говорит регионал ненавидим его намного больше бывшие соратники чем революционеры поэтому те кто выступали за партию регионов там те кто был там за опзж вот эти вот пророссийские силы его ненавидят в украине все всеми фибрами души потому что он для них предатель и халимое чмо ну понятно что майдановцы его ненавидят ну и по этим причинам но еще и по своим потому что он убийца негодяй и подонок вот я не понимаю борта марат ты же политтехнолог да то есть ну очень сильно я может быть совсем чуть-чуть там где-то с краю стоял но мы же понимаем что есть социология ну вот киев можно забросить там человека который просто походит по улицам и поспрашивает можно заказать социологический опрос но есть достаточно приличное социологическую ну тут фирмы которые могут это сделать прежде чем делать политический расчет нужно хотя бы приблизительно ну хотя бы ну прикидочно отдаленно с каким-то разбросом с какой-то там погрешностью но все-таки понимать настроение а вот той таргет групп на которую ты концентрируешь свои усилия скажи мне пожалуйста вот откуда это ведь они выбирают из всего спектра самого неподходящего кандидата уверен это обговаривалось как это могло произойти мне кажется что в украине очень трудно найти человека который согласится на такой способ воцарения вот представь себе если бы сейчас мы начали опрашивать людей и говорить слушай ну вот так и так русские победят зеленского там он сбежит в польшу или там его арестуют хочешь быть нашим хочешь быть следующим президентом украины на русских штыках я даже не янукович согласится на это потому что мне кажется он был в минске в качестве советника мединского ну просто типа типа эксперт по по украине вот но то есть найти человека который на это согласится мне кажется просто невозможно или это не не весь спектр а это вот там янукович кто там еще вот поэтому в такой узкой ситуации я думаю что путин который собственно он же оправдывает вторжение тем что он считает майдан антиправительственным путчем и поэтому ему кажется что это логично что он вернет как бы ситуацию до майдана ты смотри у него вот это вот он же реваншист это очень важно понимать он говорит верните на то до девяносто седьмого года верните советский союз верните венукович верните то есть верните величие вот то есть его паранойя это простая раньше мы должны сделать как было раньше раньше было лучше как бы развал ссср это великая геополитическая катастрофа вот и да но и потом конечно же именно то что янукович не будет никогда уже любим украинским народом он может быть властителем только опираясь на путина любой политик который будет иметь какой-то контакт с обществом будет зависеть от общества они от путина поэтому как раз вот этот не то есть этот сюжет с януковичем мне понятен мне кажется что он нам не добавляет как бы нич то есть я вот так хочу сказать что ну вот мое мнение что у нас есть несколько задач как бы одна из задач это говорить правду я думаю что если люди которые там через телеграм-канал в россии украине слышат правду они каким-то образом превратят это в энергию которая будет помогать в этой в этой войне первое второе нам надо увеличивать понимание но понимание такого рода чтобы люди понимали что им дальше делать какие действия так вот сюжет с януковичем этот сюжет путает и в первую очередь потому что я не верю что настанет тот момент когда путин будет назначать условно говоря президента украины до возможно ситуация сюжет ситуация когда они отрежут кусок и сделают гауляйтера вот этого куска вот мне тут дикие глаза делает пономарёв он когда делает квадратные глаза просто все тут трепещут вероятно у нас то ли следующий гость нас слишком долго ждет с тобой я могу говорить бесконечно это для меня отдельный комплимент общение с маратом гельманом в прямом эфире я не очень понимаю вот квадратность глаз это всегда очень ярко очень жаль что наши зрители этого не видят а она того стоит значит либо он сам сейчас будет заходить в эфир либо какой-то другой гость к сожалению я вынужден с тобой попрощаться тебе хорошего вечера